Интеллектуальный клуб «Химия. Слово», организованный Тольятти Азотом, пригласил жителей города во дворец культуры Туаза на очередную лекцию проекта, чтобы обсудить с экспертом вопросы воспитания детей. К сожалению, у нас действительно есть потерянные поколения, целые уже отучившиеся с 1 по 11 класс, которые воспитывались в совершенно другой системе, а точнее даже не местами в отсутствии системы. Поэтому сейчас мы вынуждены восполнять эти потери образования не столько даже в школе, сколько действительно дома, в дошкольном и внешкольном образовании, в таких лекториях, как наш. Но это тоже одна из частей нашей миссии, и конкретно лектория «Химия. Слово» в том числе. Впервые на сцене дворца выступал академик Российской академии образования, доктор педагогических наук, заслуженный учитель России Евгений Ямбург. Евгений Александрович – педагог с 50-летним стажем, говорил со зрителями на тему, чему и как нужно учить наших детей. Нужно очень большое мужество иметь, чтобы прямо и честно смотреть на вещи. Об этом сегодня будет очень жесткий и веселый разговор. Мы сегодня оказались между чумой и холерой. Ну, это метафора, конечно, да? Ну, скажем так, некоторые считают, что вот наши скрепы, традиции и так далее, традиции бывать нельзя. Но если главной фигурой в образовании, это метафора, становится православный военрук, и мы начинаем маршировать, добра не будет. Другая беда – это цифровизация бесконечной всей страны, где цифра нас спасет, KPI нас спасет. Тоже глупость. Не или-или, а и-и. Это как бы два плеча коромысла, которые надо держать в равновесии. Евгений Александрович – признанный авторитет в вопросах воспитания и школьного образования. Он автор нескольких книг. Более 40 лет является директором московской школы номер 109. Ямбург делился своим многолетним педагогическим опытом. Говорил о профессии учителя, главная компетенция которого – учиться все время самому. Евгений Александрович рассказал о своем проекте «Заботливая школа». По всей России он с коллегами открывает госпитальные учебные заведения для смертельно больных детей. 44 такие школы уже работают в стране. «Мы, воспитывая детей, формируем будущее», – говорит Ямбург. «Вне зависимости от того, занимаемся мы этим профессионально или в силу родительских обязанностей». Академик верит в педагогику правды, свободную от мифов, от иллюзий, без табуированных тем, готовую обсуждать неудобные вопросы. «Сегодняшние дети», – признался Ямбург, – «ему очень нравятся. Они не такие запуганные, как были их родители. Непоротое поколение внутренне намного свободнее нас и умеет критически мыслить. С такими детьми можно и интересно работать». Евгений Александрович признался, что рассматривает педагогику как прикладную философию и культурологию. «Разговор с ольятинцами о том, чему и как нужно учить детей, был интересен не только учителям, педагогам, но и родителям». «Вообще, встреча с человеком такого полета, такой величины – это огромное событие. И просто невероятно, что он сегодня приехал в наш город. Мне кажется, это дает всем нам какой-то новый уровень знания, новый уровень высоты, к чему нужно стремиться. Что нужно взращивать в себе, как в родителе, и приносить в наши школы». «Тема образования мне – это близко. К сожалению, увидела афишу, пришла, лекция очень понравилась. Многие темы отзывались, очень такие близкие. Я сейчас практику прохожу и учусь, и все это на самом деле так. Вот очень интересно». «Тольятти Азот» приглашает жителей и гостей города во дворец культуры Туаза на заключительные в этом сезоне лекции проекта «Химия слова». Не пропустите интересные встречи с известными просветителями, ставшими друзьями интеллектуального клуба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова